МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые значимые события за Урале расскажем за полчаса. В эфире новости 45, в студии Юрий Пестерев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы 10 лет к этому шли. Когда я начал в 2000 году заниматься сельским хозяйством, это звучало практически неприлично в федеральных кабинетах. На сегодняшний день все поняли, что партии и правительство поняли, что село – это базис нашей экономики. Вторая жизнь села. В Заурале построят агропромышленное Сколково. Тех молодых людей, которые как-то уничтожают спокойствие горожан, нарушались права, возможности, ограничивались 90% других ребят, которые учатся, которые работают. Комендантского часа не будет. Молодежь против изменений в административном кодексе. Мы совершенно открыты, все без купюр, без какой-то там закулисной возни. Вы все сможете увидеть сами, сами оценить, как девочки смогли показать себя, с какой стороны. Красота – страшная сила. Регистрация на конкурс ведущих прогноза погоды завершилась. Только накануне в Заурале в пожарах погибли три человека. И вновь огонь унес жизни людей. В половине пятого утра 16 сентября в Петухове горел жилой двухквартирный дом. Огонь полностью уничтожил веранду, кухню повредил часть кровли. Пожарные обнаружили четверых погибших – двух мужчин и двух женщин. Их личности и причины пожара устанавливаются. Наш ответ – столицы. Курганская область приступила к разработке проекта «Крестьянская сколково». Что ожидает Заурале и кто будет работать в новой силиконовой долине, расскажет Юлия Васильева. Пообещали сказку сделать былью и замахнулись на столичные масштабы. Громкое название «Крестьянская сколково» предполагает внесение серьезных коррективов в аграрную систему региона и решение множества проблем. Кадровый голод, отсутствие механизмов сбыта продукции и политики ценообразования – лишь часть из них. Однако сенатор по Курганской области заверяет – потенциал у региона есть, а значит мы в состоянии осуществить проект. Конечно, не без федеральной помощи. Мы 10 лет к этому шли. Когда я начал в 2000 году заниматься сельским хозяйством, это звучало практически неприлично в федеральных кабинетах. На сегодняшний день все поняли, руководство партии и правительство поняли, что село – это базис нашей экономики. Общие усилия – основа в осуществлении инновационного проекта. «И здесь нам в помощь областной закон о государственно-частном партнерстве», – добавляет Сергей Рисовский. Законопроект дает возможность создать концерн, объединяющий науку сельхозпроизводителей, переработчиков и поставщиков продукции. Губернатор Олег Богомолов идею поддержал. В сельскохозяйственной области грех не осуществить аграрный проект. Не случайно именно зауральский академик Мальцев создал уникальную технологию безотвальной обработки пашни, получившую распространение во всем мире. «Это же не на день, не на два, это же целая перспектива. В совокупности можно разложить ее на перспективы одного-двух-пяти лет, а что-то в этом сколку можно разложить на перспективу получения сортов той же пшеницы, ячменя, овса, которые будет давать в наших резкоконтинентальных природных условиях те же кубанские урожаи». Помимо прочих проблем, в Зауралье остро стоит вопрос нехватки кадров. Сельскохозяйственные специальности в последние годы не в почете. Между тем, именно за ними будущее области и возможность достойно жить на селе. «Нам нужны классные специалисты, но нам идут абитуриенты, идут особенно на чисто аграрные специальности, идут с трудом и очень идут не самое далеко, не самое сильное. Их родители так настраивают, потому что деревню родители настраивают ребят любыми способами из деревни». Проект «Крестьянская сколкова» в ближайшее время будет представлен в Москве. Специалисты побаиваются. Идею это поддержат, а вот осуществление ее могут перенести в любой другой аграрный регион страны. «Чтобы озвучить это в федеральном центре, нужно озвучить не саму идею. Нужно уже прийти с готовым проектом, с готовыми людьми, с готовыми исполнителями и с готовым заделом, которые говорят, вот у нас есть там сельскохозяйственная наука, у нас есть и растеневодство, вот у них есть такие и такие наработки, есть такие результаты». В Зауралье уже реализуются несколько серьезных инвестиционных проектов. В Шумихе строится птицефабрика на 1200 рабочих мест, в Китово реализуется проект свиноводческого комплекса, в Чистой Азере скоро будет свой селекционно-генетический центр. Юлия Васильева, Юрий Пестерев, Александр Менщиков, Вячеслав Шевчук. Телекомпания «Регион-45». Один на один с черными лесорубами. Две женщины-лесничьи поймали нарушителей на месте преступления. Лесных браконьеров задержали в Петуховском районе. О самоотверженном поступке расскажет Юлия Король. «Все произошло около 10 часов вечера», вспоминает лесничья Анна Пластичук. Ей позвонила мастер участка Ирина Подгрушина и сообщила, что видела, как в лес проехали несколько машин. За рулем одной из них был мужчина, которого они подозревали в незаконной рубке. Не раздумывая, женщины отправились в лес за нарушителями. Интуиция их не подвела. Шестеро мужчин спиливали деревья. «Мы потихоньку пошли пешком по дороге и наткнулись на них. Мы с двух сторон, я говорю, ты отсюда подходи. Я с другой стороны. Мы подошли, все подгрушено, как начало. Ну, что лесная охрана, говорит, что вы делаете? Они разбросили все. Те в кустах все, в общем-то, четыре человека где-то ушли. А двое остались мы, которые, знаете, два брата. Потом они замешкались, они попали между нами». Оставшиеся нарушители бросились бежать. Мастер участка начала фотографировать браконьеров для доказательства их вины. А Анна Пласичук побежала к машине черных лесорубов и попала под колесо автомобиля. «Они пора уехали, не остановились даже. Сказали, ничего не слышали, не видели, хотя я сильно кричала, потому что были адские». С травмами Анну Пласичук доставили в больницу. На днях ей сделали операцию. Вспоминая о произошедшем, женщина рассказывает, что встала на защиту леса, не раздумывая. Вызывать подкрепление не стали, потому что боялись утечки информации. «В годы, если раза три или четыре мы поймаем, хорошо будет человек какого-то, нарушителя. Так вот, сильно трудно доказывать сейчас, доказательная база нужна большая. Потому что для того, чтобы приехать туда, я должна свидетелей с собой брать. В милицию позвонишь, они, у них связь, видать, там как-то через милицию. Потому что мы уже сколько раз приезжаем туда, их уже нету». Нарушителей задержали по горячим следам, на них завели уголовное дело. На месте преступления обнаружили 16 кубометров спиленной древесины. Только в этом году выявили 160 подобных случаев. Тем не менее, специалисты Департамента природных ресурсов отмечают, в последние годы незаконных рубок становится все меньше. Арендаторы вместе с лесничьими пристально следят за охраной лесов. «Только за последние два года, благодаря самоотверженной работе сотрудников лесной охраны, к уголовной ответственности были привлечены более 100 человек. Сумма возмещенного ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей». Юлия Король, Александр Киселев, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45». 10 кубометров мусора. Столько собрали кадеток Урганского промышленного техникума на Кировском пляже. В зоне отдыха прошла акция «Чистый берег», которую организовал Департамент природных ресурсов совместно с администрацией города Кургана и другими ведомствами. Поле битвы, Кировский пляж, оружие, перчатки и мусорные мешки. Враг, бутылки, банки, обертки и другой мусор, который оставили после себя несознательные горожане. Защитников чистоты 22, они учащиеся Курганского промышленного техникума. Наводят порядок со знанием дела. Городские пляжи очищают каждый год. Дети организованы, утром готовы, тепло одеваются. Понимаешь, что летом им самим отдыхать на этих же пляжах. Глаза боятся, а руки делают. Убирать не тяжело. Обидно, когда в начале нового сезона груда мусора возвращается, говорят молодые люди. Для начала хорошо бы установить для отходов побольше контейнеров. А вообще чисто там, где не мусорят, вспоминает участник акции Роман Кувалдин. Нужно же облагоустраивать место нашего досуга, чтобы было приятно прийти и отдохнуть, а не так, как это было сейчас. За два часа акции участники собрали около 90 мешков мусора. Их отвезут на полигон твердых бытовых отходов. Следующий объект – Голубые озера. Юлия Король, Кристина Волковинская, Андрей Глазырин. Юлия Сафронова, телекомпания «Регион-45». По историческим местам Кургана на троллейбусе. Такие экскурсии станут регулярными, сообщает в пресс-службе городской администрации. Предполагаемый маршрут – от железнодорожного вокзала до остановки «Завод Курган-Сельмаш». Напомним, первый экскурсионный троллейбус проехал по улицам Кургана в день города. Желающих послушать рассказ экскурсовода оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. Курганцы соглашались ехать даже стоя. Теперь записаться на поездку придется заранее в библиотеке имени Маяковского. Со вторника по пятницу с истории города познакомят школьников и студентов. По субботам планируют рейсы для всех желающих. Первая троллейбусная экскурсия пройдет во вторник, 20 сентября. Стоимость билета – 50 рублей. Не надо водить нас за руку. Сегодня члены общественной молодежной палаты при Курганской областной думе не поддержали инициативу депутатов Курганского городского парламента. Народные избранники предложили внести изменения в областной закон об административных правонарушениях. В частности, увеличить возраст несовершеннолетних, которым нельзя находиться в позднее время суток без сопровождения взрослых, с 16 до 18 лет. От горожан поступают жалобы на то, что некоторые подростки слишком шумно проводят свой досуг во дворах, парках, кафе и мешают спокойствию граждан. Однако молодые парламентарии не согласились с таким мнением. В этом возрасте многие уже живут отдельно от родителей, учатся или работают. Не хотелось бы, чтобы из-за, грубо говоря, 10% тех молодых людей, которые как-то мешают спокойствию горожан, нарушались права, возможности, ограничивались 90% других ребят, которые учатся, которые работают и, может быть, даже поздно возвращаются с работы домой. Юные политики поддержали инициативу старших коллег в части необходимости усиления ответственности родителей, а также юридических лиц и предпринимателей, которые допускают несовершеннолетних в пивные палатки и бары и считают, что за повторные правонарушения штрафные санкции нужно увеличивать. Энергетические конфликты и разногласия политиков разных стран не помеха для дружбы между русскими и белорусами за Уралье. Накануне в библиотеке имени Югова состоялся круглый стол. Вопрос сохранения традиции белорусской культуры на Урале стал главной темой встречи. В Заурале проживают 4,5 тысячи представителей белорусской диаспоры. По словам руководителя отделения посольства республики в Екатеринбурге, отношения Курганской области с белорусами развиваются динамично. В частности, взаимный товарооборот вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Продолжением этого процесса объединения двух народов является это таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана, который опять-таки нам позволяет более свободно перемещаться, более свободно торговать, устанавливать контакты. В Курганской области 10 лет работает национальный культурный центр «Батьковщина». Его представители активно сотрудничают с ассамблеей народов за Уралием. «Батьковщина» побывала у нас в самом отдаленном районе за Уралия, это Чистозели, где они провели День славянской письменности и культуры. И «Батьковщина» достойно представляла белорусскую культуру, язык, традиции, белорусскую кухню на областном празднике национальных культур народов за Уралием, который был у нас в этом году в селе Альмениево. Вопросы сохранения и развития белорусской культуры на Урале за круглым столом обсудили представители Курганской епархии, Управление культуры, посольство Республики Беларусь в Екатеринбурге и члены других общественных организаций. Участники встречи сошлись во мнении – традиции культуры дружественного народа необходимо сохранять, передавая свои знания современной молодежи. Есть предложение о том, чтобы в следующий год Олег Алексеевич уже поддержал это, но потом официально будет объявлено, объявить его годом молодежи за дружбу и сотрудничество, чтобы именно молодые люди имели желание сохранять традиции своих народов. Юлия Васильева, Александр Киселев, Сергей Балмасов. Телекомпания «Регион-45». Особенности белорусской акварели. В областном художественном музее открылась новая выставка. В экспозиции 23 акварельные работы 7 авторов из коллекции Музея современного искусства на Димитровской города Ростова-на-Дону. Все работы объединяет высокий художественный уровень, прекрасное владение техникой акварели и темперной живописи, говорят искусствоведы. Белоруссия показана с разных сторон – архитектура, пейзаж, жанровые сцены и достопримечательности. Кстати, художественный музей в третий раз предоставляет творчество белорусских художников. На выставке представлены и пейзажи, и портреты, и жанровые сцены, и архитектурные памятники Белоруссии. И очень редко сейчас выставляемые интересные сцены, связанные с промышленностью, производством, причем поданы очень интересно, очень образно. Уже меньше, чем через неделю, Круган узнает имя нового сети-менеджера. В конкурсе участвует семь кандидатов. С сегодняшнего дня наша телекомпания будет знакомить вас с ними. Подробности в рубрике «Кто хочет стать сети-менеджером». Алексей Кирпичиков – самый молодой кандидат на постсети-менеджера. За 32 года участник конкурса работал главным бухгалтером частного предприятия, коммерческим директором. В течение четырех лет был генеральным директором ООО «Транссервис». В настоящее время возглавляет союз транспортников Курганской области. В политике Кирпичиков заявился осенью 2010 года, когда вошел в состав общественной палаты Кургана. В самом начале конкурса аналитики сомневались, что Кирпичиков может стать потенциальным претендентом. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством сети-менеджером может быть человек, отвечающий ряду требований, в том числе имеющий стаж работы по специальности 7 лет или муниципальной службы 6 лет. Как ни странно, Кирпичиков сдал документы, судя по которым, на сегодня он является генеральным директором ООО «Курган Транссервис». Хотя ранее он заявлял о себе исключительно как о председателе общественной организации «Союз транспортников». Еще один интересный факт, о котором говорят в последнее время, Алексей Кирпичиков ездил на Украину, где обучался технологиям оранжевых революций. Следующий кандидат, конечно, более известная личность. Юрию Коеву 41 год. Большую часть его трудового пути занимает жилищно-коммунальная сфера. На руководящей должности в администрации города работает с 2006 года. В настоящее время Коев директор департамента городского хозяйства. После существенных изменений в структуре администрации города, департамент ЖКХ и благоустройства города и департамент развития городского хозяйства слились в один, который возглавил Коев. На него были возложены большие полномочия. Вместе с тем увеличились к нему и претензии. Губернатор Курганской области постоянно критикует Коева за слабую работу. До сих пор главному коммунальщику города припоминают приобретение чудо-аппарата для печати единых информационных листов для управляющих компаний за 18 миллионов рублей. Кстати, скандал с покупкой аппарата был растиражирован в листовках под названием «Юра Четвертак», где вспомнили про погорельцев из общежития Позержинского, 19, которые, как написано в листовке, получили в качестве компенсации по 2000 рублей. Регистрация участниц реалити-шоу «Выбери себе погоду» закончилась. Первый отборочный этап конкурса состоится в воскресенье, и будущие звезды уже придумывают, как бы удивить членов жюри. О предпочтениях известного московского сценариста Антона Морозенко расскажет Юлия Кобылина. Реальное шоу, реальные шансы на победу. Но только для тех, кто успел зарегистрироваться в разделе проекта «Выбери себе погоду» на сайте Курган.ру. В это воскресенье 139 прекрасных дам предстанут перед членами жюри. Мы очень стараемся сделать так, чтобы участие в кастинге девчонкам запомнилось надолго. Мы изучили анкету участниц, заготовили каверзные вопросы и даже студию к их приходу приукрасили. Девчонки, в свою очередь, в панике бегают по магазинам и салонам красоты. И не случайно ударить в грязь лицом перед московской звездой не желает никто. Оценивать участниц проекта «Выбери себе погоду» на первом этапе станет не кто-нибудь, а сам Антон Морозенко. Сценарист сериалов «Папины дочки» и «Универ», продюсер нашумевших интернов, актер шоу «Слава Богу, ты пришел» и многих других замечательных проектов лично задаст каждой девушке по вопросу. И все это в прямом эфире на сайте Курган.ру. Уникальную онлайн-трансляцию сможет увидеть каждый желающий. Мы совершенно открыты, все без купюр, без какой-то там закулисной возни. Вы все сможете увидеть сами, сами оценить, как девочки смогли показать себя, с какой стороны, и оставить свои комментарии на сайте. Возможно, ваше мнение повлияет на ход мыслей жюри. Ну и, конечно же, это уникальная возможность 12 часов к ряду слушать шутки знаменитого сценариста Антона Морозенко. Я не знаю, где вы еще такое увидите. Несмотря на большой наплыв участниц, толкучки в коридорах телекомпании не будет. Каждой красотке свой звездный час. Девушек разделят на небольшие группы и назначат время. Узнать, во сколько нужно прийти на кастинг, можно на сайте Курган.ру в разделе конкурса. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион 45». Это все новости. Далее в нашем выпуске прогноз погоды и программы Оксаны Собаковой «Парламентская неделя». Я же прощаюсь с вами. Удачных выходных. Внимание, новинка. Индукционная плита «Китфорд». Чем же она отличается от обычной электроплиты? Проведем эксперимент. Скипятим один литр воды, используя обычную электроплиту и индукционную «Китфорд». Одно прикосновение и «Китфорд» работает. Пять минут и вода закипает. А электроплита все еще разогревается. Налицо экономия электроэнергии и времени. «Китфорд» безопасна. Рабочая поверхность не нагревается. С электроплитой я это делать даже не рискну. За «Китфорд» легко ухаживать. Сбежавшее молоко, жир, масло не горят и легко удаляются салфеткой. А электроплиту придется долго отмывать. Удобная, безопасная, экономичная плита «Китфорд» – идеальный вариант для дома и дачи. Звоните 55 56 10. Эксклюзивные влагостойкие столешницы «Аквалайн» только в современных кухнях компании «Лорена Кухни». Смотри, не проморгай новую кухню. «Лифан Смайли» – раскрась свою жизнь в яркие цвета. Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой. Официальный дилер «Лифан» в «Кургане» АВС «Моторс». Проспект машиностроителей 33. Телефон 25 65 90. Сайт «Курган.ру» объявляет конкурс «Как я провел лето». Присылай свои заметки, фотографии и видео в раздел «Школа». Я точно выиграю! Прием творческих работ до 25 сентября. Хорошо провел лето? Получай призы за это! Чтобы это милое создание вошло в квартиру первым, работали десятки людей. Мониторили рынок и ежечасно просматривали базы данных. Назначали встречи и обсуждали условия. Уточняли ваши требования и работали с документами. Решали правовые вопросы. Волновались, чтобы вы не волновались. Бегали, чтобы вы правильно не бегали. И теперь вы дома. Даже ваша любимица способна оценить размеры выгоды. А вы оцените нашу заботу. БК «Недвижимость». Мы вас устраиваем. Телефон 411 511. Впервые «Курган.ру» покажет все, что оставалось за кадром. Кастинг-шоу «Выбери себе погоду» онлайн. Смотри в воскресенье на «Курган.ру». Генеральный партнер проекта «Автоцентр Рено». Вон они! Кристофер Робин! Ура! I like to come. Summer, don't we go. Somewhere, on the wind. Понятал, жить ли мне меда? Так, капельку. Совсем чуточку. Мишка-глубышка. Summer, on the wind. Медвежонок Винни и его друзья. Смотрите в кинотеатре «Россия». Моя первая учительница. Я на всю жизнь запомнила ее добрую и мудрую улыбку. Сколько учеников было, помнила всех по именам. Помню, как 1 сентября она взяла меня за руку. Тепло родной, материнской ладони. Прими участие в акции. Оставь доброе слово о своем учителе на сайте kurgan.ru. Поздравь своего учителя. В эфире парламентская неделя. Здравствуйте, с вами Оксана Савакова. Защита материнства и детства, помощь ветеранов в получении и ремонте жилья. Эти и другие вопросы стали ключевыми на заседании комитета по социальной политике. Смотреть подробности. Социальные выплаты проиндексированы на 6,5%. Депутаты Курганской областной думы одобрили в двух чтениях законопроект о повышении выплат родителям погибших военнослужащих, участников вооруженных конфликтов в северокавказском регионе. С 1 января 2012 года они будут получать не 320 рублей, как это было ранее, а 500. Ежемесячные пособия беременным, вставшим на учет на раннем сроке, увеличатся за счет средств областного бюджета до 316 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка возрастет до 790 рублей. Еще один законопроект гарантирует сиротам ремонт жилья. После выпуска из детских домов или интернатов детям, оставшимся без попечения родителей, но которые имеют закрепленное жилье, перед заселением сделают ремонт квартиры. Специалисты подсчитали, в следующем году таких ребят будет в 60. Принятие данного законопроекта потребует выделение дополнительных денежных средств. В размере мы предполагаем около 3 миллионов рублей. В частности, в 2012 году, уже мы проанализировали, 60 детей будет нуждаться в этом ремонте. Всего в настоящее время в Заурале проживает 5,5 тысяч сирот. 88% из них живут в приемных семьях. Растет и процент усыновления. С января этого года усыновителям выплачивают от 100 до 800 тысяч рублей. В органы местного самоуправления на эти цели направлено более 6 миллионов рублей. Если, предположим, в предыдущие годы где-то 42-47 в большей степени детей мы передавали на усыновление, то за 8 месяцев от этого года 63 ребенка переданы. Причем нужно отметить, что 80% из этих детей уже усыновлены гражданами, которые были опекунами и приемными родителями. То есть это уже люди проверенные. Жилье ветеранам на сегодняшний день, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в Заурале признаны 5329 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы. Работа по постановке на учет ветеранов продолжается. За первый квартал текущего года очередь увеличилась на 604 человека. За второй еще на 415. Информацию об этом доложила депутатом начальник главного управления социальной защиты населения региона Вера Демина. На реализацию данного федерального полномочия из федерального бюджета у нас поступило 3 миллиарда 391 миллион рублей. И на сегодняшний день остаток неиспользованных средств федерального бюджета составляет 80 миллионов рублей. В настоящее время за счет средств федерального бюджета свои жилищные условия улучшили более 3,5 тысяч ветеранов. В основном они покупают жилье на вторичном рынке. 97 человек предпочли купить квартиры в других регионах. Кстати, в отличие от других областей, в Кургане участникам и инвалидам Великой Отечественной помогают и с ремонтом жилых помещений. В городе Кургане и депутаты, и естественно правительство города, и области, когда делают стыковки бюджетов, это дело поддержано. И мы оценим как депутат, что это положительный шаг. Там оказывают помощь в ремонте, и большие суммы выделяют ветеранов. На учете остаются еще 1481 человек. Чтобы приобрести им квартиры, из федерального бюджета необходимо выделить чуть более 1 миллиарда рублей. Зауральцы все чаще нарушают закон, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал заместитель начальника полиции области Сергей Реутов. С информацией о ходе выполнения целевой программы о профилактике правонарушений, правоохранитель познакомил депутатов на заседании комитета по законодательству. В рамках крупномасштабной операции профилактика, которую проводят каждый месяц, было раскрыто 117 преступлений. Задержано 58 человек, находящихся в розыске. Изъято 230 единиц огнестрельного оружия. Составлено 5,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях. С помощью камер видеонаблюдения, а их на Курганских улицах установлено больше 60, полицейские нашли 30 виновников дорожно-транспортных происшествий и более 7 тысяч административных правонарушений. В последние месяцы в Заурале растет количество преступлений, совершенных в пьяном виде, а также на улицах и в общественных местах. Основная масса их зафиксирована в Шадринске, поэтому часть средств, выделенных на реализацию программы 660 тысяч рублей, направят туда на оснащение техническими средствами и системами видеонаблюдения. В Кургане у нас снижение уличной преступности, а в Шадринске нас захлестнул, поэтому мы, вот средства, которые нам выделяются, мы сегодня запустили на введение системы видеонаблюдения в городе Шадринске, мы ее внедряем, на сегодняшний день уже объявлены торги, и в этом году у нас эта система будет в области действовать. Также мы приобретаем патрульно-постовые автомобили за счет программы, мы тоже их отправим в Шадринск. Обсудили народные избранники и безопасность дорожного движения. На реализацию одноименной целевой программы в этом году выделено более 16 миллионов рублей. Деньги освоены полностью. На ваш взгляд, как человека, который курирует эту область, вот все мероприятия, они оправданы, либо как бы они привели к повышению на сегодняшний день безопасности дорожного движения в нашей области. Количество погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения в Курганской области за 8 месяцев сократился, я сравниваю с 8 месяцами 2004 года, сократился с 18,1 до 12,7. Транспортный лист, количество лист погибших в результате ДТП на 10 тысяч транспортных средств сократился с 7,9 до 4,3. Несмотря на снижение основных показателей, депутаты рекомендовали правоохранителям уделить больше внимания в своей работе повышению культуры вождения зауральцев. Почему вот вы так много дел сейчас назвали, которых вы проводите, почему у нас? Вот я вчера из Тюмени приехала, вот еду и останавливаются, и знаете, самое интересное, что вот водители, они уважают друг друга, но у нас, если я сама веду машину, ну а подрезают, вы знаете, не знаю, как проехать. Народные избранники заслушали информацию своих городских коллег. Они предложили внести изменения в закон об административных правонарушениях. За нахождение лиц, не достигших 18-летнего возраста, в пивных барах, ресторанах и прочих увеселительных заведениях предусмотрена ответственность родителей и опекунов, а также юридических лиц и предпринимателей. Штрафные санкции будут усилены за повторное нарушение. Наш выпуск подошел к концу. Всего вам самого доброго. Здравствуйте! С прогнозом погоды на завтра вас знакомит Елизавета Лисогурская. Уважаемые жители Заозерного, специально для вас профессиональные услуги по продаже, покупке и обмену жилой недвижимости. Ждем вас по адресу Зазерный, 3-й микрорайон, 34, телефон 600-500. В субботу на Урал прорвется облачный вихрь, так что в регионе опять пройдут дожди. Но пока вместе с тучами к нам будет поступать хорошо прогревшийся воздух, и температурный режим окажется теплее, нежели положено в это время года по климату. В Екатеринбурге и Тюмени ливневые дожди, температура днем плюс 16, плюс 19. В Челябинске около 21 тепла. В Кургане ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9. Днем в Кургане переменная облачность, пройдут коротковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет падать. 17 сентября солнечные активности, геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.